Перечислять проблемы этого дома можно долго. Крыша протекает. В подвале вода, стены, в плесени. В таких условиях много лет находятся жильцы дома на Кутузово. Люди всерьез опасаются за здоровье и безопасность своих детей. Обращались в различные инстанции, но здание так и не признали аварийным. Подробности в материале Марины Караевой. Ужасная картина здесь и в туалете, и в душе везде, и в калидоре. Грибок ужасный. Сколько мы не ремонтируем. Каждый раз собираем деньги, но, как видите, без толку. Да и своими силами здесь уже не справятся. Жители дома на улице Кутузово живут в коммунальном кошмаре. По соседству сырость, грибок и плесень, которой буквально пропитаны стены и потолки. Комната объединяется с туалетом, с душем. Это вот одна стена. Видите, какая здесь сырость? Здесь жила семья. Два ребенка, муж, жена. Они перешли на квартиру. Сейчас они снимают квартиру и живут. Естественно, они отсюда ушли. В пятиэтажном доме 130 квартир. Грибок добрался в каждую. Как следствие, рушится штукатурка, в стенах образуются щели. Комнаты небольшие, 12 квадратных метров, а проживают в них более трех человек. В таких условиях люди стали чаще болеть. Потому что у нас грибок повсюду, и он постоянно у меня болеет. Я не могу. Вот я работаю, я открываю больничный и сразу закрываю, потому что он начинает опять болеть. А еще протекает кровля. В подвале тоже вода. Изношенные трубы постоянно прорывают. А к неприятному запаху жильцы, похоже, стали привыкать. В подвале мы вот буквально недавно вызывали, у нас отопление прорвало. Мы собрали деньги сами, сделали. Сейчас опять прорвало, и у нас вот мальчики с двора, они там чопики или что-то сделали. Но это тоже, как вы понимаете, это тоже ненадолго. За свой счет жители ремонтируют и проводку. Если подняться на третий этаж, то можно увидеть следы гари над щитком. В 2020 году произошло замыкание электричества, и дом остался полностью без света. Там жильцы восстанавливали электричество своими силами. Жители дома обращались в администрацию города и в различные инстанции. Надеялись, что дом признают аварийным. В 2019 году межведомственная комиссия обследовала здание на сейсмоустойчивость. Заключили, что отсутствует горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, из-за чего стены пропитаны капиллярной влагой. Это привело к потере прочности кирпичных стен и морозостойкости. Нас признали в 2019 году сейсмо неустойчивый дом, но нам не соизволили сказать. И вот мы ходим, 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 но и что? Ну и что? Попали в сейсмо неустойчивый. Ничего не можем делать. В 2020 году жилищная инспекция обследовала дом снова. Только вот аварийным его не признали. Дом по Кутузову 81-4 на основании заключения межведомственной комиссии 2 октября 2020 года аварийным не признан. То есть не выявлено оснований для признания его аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. На сегодняшний день дом по адресу Кутузову 81-4 не включен в какую-либо реализуемую федеральную целевую программу. Однако в администрации города отмечают, что информацию о многоквартирном доме направили в Министерство строительства и архитектуры республики, чтобы ее включили в какую-либо целевую программу. В списке еще 18 домов. Когда же вопрос решится, нет никакой ясности. А пока людям остается только ждать. Марина Караева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Новости Осетии. Новости Осетии.